В Новосибирске стартовал конкурс «Леди в погонах» среди женщин-полицейских. В отборочном этапе 34 участницы. Они показали свои навыки в стрельбе и физподготовке. О том, на что способны «Леди в погонах», расскажет Владимир Киселев. Для этих девушек нет ничего невозможного. От приготовления ужина до задержания преступников. Лучшая команда! Огонь! Среди участников конкурса «Леди в погонах» сержант полиции Наталья Слепцова. В силовых структурах девушка служит почти два года. Но принять участие в конкурсе название самой лучшей сотрудницы решила впервые. Соперницы у меня такие же. Все отлично, все стреляют отлично, поэтому будет тяжело. Мы справимся. По мнению организаторов конкурса «Леди в погонах», подобные соревнования девушкам на пользу. Это ведь не только проверка навыков стрельбы и уровня физической подготовки. Главное – возможность познакомиться с сослуживцами и продемонстрировать творческие навыки. Девушкам сегодня предстоит испытание по служебной подготовке, физической подготовке в спортивном зале, огневая подготовка. Ну и потом будет собеседование о их творческих способностях, увлечениях, что они готовы показать в финале конкурса. Сами участницы творческие способности пока не раскрывают. Говорят, сейчас другая задача – продемонстрировать то, что помогает в службе. Случайно сюда не попадают, трус не играет в хоккей, поэтому каждая девушка способна здесь решать любые задачи. Естественно, это новый опыт, новые эмоции. Главное здесь напомнить, что все-таки все мы девочки, а какими бы сильными и храбрыми мы не выглядели со стороны. Из 34 участниц лишь 10 попадут в финал, который состоится 1 марта. Уже там девушки, отложив огнестрельное оружие, покажут себя во всей красе. Владимир Киселев, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.